Какие наиболее явные красные флаги вы проглядели, потому что ваша девушка была горячей? Мы оба были на первом курсе. Я узнал, что у неё есть парень уже после того, как мы переспали несколько раз. После этого она начала постоянно жаловаться мне на него и говорить мне что-то типа «Но я знаю, что ты бы не стал так поступать с девушкой, не так ли, имя?» Затем она вдруг рассталась с ним, и мы стали парой официально. Через несколько месяцев я узнал от её друзей, что за последние два года она не оставалась без парня даже на один день. Хотя я у неё был пятым за этот промежуток времени. Каждый раз она находила себе кого-то на стороне, изменяя своему парню, жаловалась на проблемы с ним. Пока новый парень не начинал вести себя как благородный рыцарь. Затем бросала старого парня и в тот же день начинала встречаться с новым. «Но со мной так не будет, она очень любит меня». Нет. Четыре месяца спустя она ни с того ни с сего объявила мне, что мы расстаёмся. Сказала, что ей нужно сконцентрироваться на учёбе. А через два дня один из моих друзей сказал мне, что они встречаются, и что он надеется, что я не против, так как мы с ним друзья. Конечно же я против, кусок дерьма. Считала, что измены можно трактовать как демонстрацию прогрессивных взглядов. Моя бывшая иногда говорила, что изменяет мне лишь для того, чтобы увидеть мою реакцию. На самом деле она ни разу этого не делала, просто врала, чтобы манипулировать мной и заставить меня ревновать. Однажды она была особенно настойчива, я даже начал думать, что на этот раз она не врёт. Но как только я понял, что это ложь, хотя всё равно так сильно напрягся, что чуть не заплакал, она начала смеяться, как будто это было смешно. Вскоре я понял, что нас ничего не связывает, послал её куда подальше, ушёл от неё и не оглядывался. Я не иду на компромиссы, это делают другие ради меня. Оказалось, я встречался со злодейкой из диснеевских мультиков, но не догадывался об этом. Я учился в школе с такой. Горячая, грудастая, все парни бегали за ней. Она вертела ими, как хотела. Начинала встречаться с парнем, оставала с ним некоторое время, а потом начинала открыто ныть друзьям о вещах, которые он не готов сделать ради неё. Многие говорили, я не такой, я бы сделал это ради тебя. И бам, у неё новый парень. Поступала так со всеми своими парнями на протяжении 10 лет, а потом её настигла реальность. Набрала вес, перестала быть безумно красивой и поняла, что со временем количество мужчин, готовых терпеть её, всё меньше и меньше. Я видел, как она манипулировала и издевалась над парнем, с которым она встречалась, когда мы с ней познакомились. Тогда мы были только друзьями. Почему-то я думал, что она не будет так поступать со мной, но был неправ. Она также сама сказала мне, когда мы только начали встречаться, что она шизанутая и что все её бывшие парни ненавидят её. Я не поверил ей. Оказалось, что она реально с приветом. И теперь я тоже ненавижу её. Её отец сказал мне за несколько дней до свадьбы, что у неё тяжёлая форма нарциссизма, и она не способна любить кого-либо, кроме себя. Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что красных флагов было полно, зелёных флагов не было вообще. Однокурсница в университете. Мы проводили вместе много времени и в основном жаловались друг другу на свои вторые половины. Она была самой сексуальной девушкой на курсе, и я очень хотел её. В конце концов, она бросила своего парня, и моё желание исполнилось. Чтобы быть с ней, я сразу же бросил свою девушку. Неожиданно я стал парнем, на которого она жаловалась другим. Вскоре она жестоко порвала со мной. У меня началась затяжная депрессия. Она постоянно сидела в телефоне, но никогда не отвечала на мои сообщения. Моя бывшая тоже так делала. Я отправлял ей ссылку на что-либо, и лишь через пару дней она писала мне в ответ «Извини, только что увидела», хотя всё это время постоянно сидела в Фейсбуке, Мессенджере, постила в Инстаграме, Снэпчате и так далее. А я знаю, что ты увидела это не только что. Я не говорила этого через две минуты после того, как сказала это. Думаю, мне очень повезло, когда моя бывшая, которая была очень горячей цыпой, Порвала со мной всего после пары месяцев отношений. Красных флагов было очень много, но ваш комментарий напомнил мне об одном. Она уснула на диване, когда мы смотрели кино, и я отнёс её на кровать. Затем, через 10 минут, она проснулась, хоть и не до конца, и спросила, очистила ли она зубы. Я ответил, что нет, и помог ей сходить в ванную. Она была в полусне, как будто пьяна. Затем помог вернуться в постель. Следующим утром или днём я упомянул в разговоре события прошлой ночи, но она почему-то не поверила мне. Сказала, что точно помнит, как сама дошла до кровати и т.п. Я сказал ей, почему я стал бы это придумывать. В итоге она оставила спор, но я не думаю, что она поверила мне. Постоянно предлагала мне убить её бывшего. Хотела, чтобы я надевал маску с лицом её бывшего во время близости. Это не красный флаг, а огромный б***ь. Маяк, сверкающий тысячей неоновых огней, на фоне которого Тайм-сквер будет смотреться убого. И этот маяк говорит, съ***й как можно скорее. Алкоголизм. Мы оба были молоды, поначалу я даже не обращал на это внимания. Начал задумываться только когда мы встречались уже около месяца. Мы пили буквально каждый раз, как встречались. А встречались мы каждый вечер на протяжении трёх месяцев. Она либо заезжала за мной, когда я освобождался с работы, и на её заднем сидении всегда лежала коробка пива. Либо я шёл к ней сам, и она всегда встречала меня с уже откупоренной бутылкой вина. Самым явным красным флагом должны были стать уже первые два вечера, когда мы начали официально встречаться. Я забрал её из дома её друзей, потому что её нужно было подбросить до дома. Всю дорогу она говорила, что хочет меня очень сильно. У самой глаза постоянно закрывались. Я сказал ей, что не хочу этого, потому что она слишком пьяна, а я слишком трезв. На следующий день я рассказал ей о произошедшем, и она начала дразнить меня бабой, из-за того, что я не воспользовался ситуацией. Но это противоречило моим убеждениям. Я потратил впустую почти три месяца, пока не понял, что должен порвать с ней. А ещё потратил три тысячи долларов. Но я рад, что сделал это. Это не стоило той душевной боли, которую я испытывал. Она сказала, не публикуй в интернете наши совместные фотографии. Мой бывший должен мне денег, он не вернёт их, если увидит, что у меня появился парень. Она продолжала встречаться с ним, и понятное дело, мы оба узнали друг о друге. Мы встретились и поговорили, даже подружились. Парням, с которыми она встречалась после меня, она тоже изменяла. Она была одержима своей внешностью, носила много косметики, говорила гадости о внешности других женщин, смотрела Кардашьянов всё свободное время, постоянно говорила об Инстаграме. О боже, пишу это и не могу вспомнить, что мы вообще делали вместе, когда находились в одной комнате. Как только интим приелся, отношения закончились. Сейчас я понимаю, что это было к лучшему, но в то время я отчаянно пытался сохранить их, хотя сам не понимал зачем. В день Святого Валентина я полтора часа вёз её в дорогой индийский ресторан в столице. После вкусного ужина к нашему столу подошёл владелец ресторана и спросил, понравилось ли нам всё. Он сделал ей комплимент по поводу её колье и попросил разрешения посмотреть его. Сказал, что оно очень красивое, но небрежно положил на стол прямо перед ней другое колье и добавил, что, возможно, оно понравится ей ещё больше. Это был мой подарок для неё, я подстроил всё это. Она была молчалива, когда мы ехали домой. Мы приехали ко мне, она сказала, что ей нужно что-то сделать и поспешно ушла. Примерно через полчаса она позвонила мне и призналась, что всё это смутило её, что она не получила особого удовольствия от вечера и что всё это очень беспокоит её, потому что мы слишком разные. Она не привыкла есть в дорогих ресторанах и красиво одеваться только ради того, чтобы сесть за стол. Она решила, что раз я потратил столько сил на организацию этого вечера, это говорит о том, что я сделал что-то плохое. По пути домой она выбросила колье из окна. Я спокойно спросил, где она выбросила колье, после чего целых два часа искал его вдоль дороги и где-то в два часа ночи нашёл его во дворе какого-то дома. Я не придумал ничего лучше, чем вернуть его ей и сказать, что люблю её и ей не о чем беспокоиться. Через несколько месяцев она порвала со мной и призналась, что изменила мне как минимум в шесть раз, что я ей никогда не нравился. Где-то через два месяца после того, как мы начали встречаться, она повезла меня знакомить со своими родителями. Когда она представила меня своему отцу, он наклонился ко мне и прошептал, «Беги прочь, беги и не оглядывайся». Я посмеялся, потому что подумал, что он так шутит и больше не думал об этом. Через четыре года мы расстались. Она живёт с одним чуваком в доме, за который плачу я, а сам вынужден ночевать на диване в доме друга. Однажды я повёз наших детей в гости к их бабушке и дедушке. Мы разговаривали и о ней, и он напомнил мне, что предупреждал меня, а я не послушался его. Стоило послушаться. Она лезла целоваться к моему лучшему другу, но он нетрадиционной ориентации, так что у неё ничего не вышло. Она бросила меня, когда устроилась в модельное агентство в Нью-Йорке. Мама сказала, что наши отношения не считаются, так как мы были вместе только два месяца. Но папа сказал, неправда, мой сын встречался с моделью. Она училась на патологоанатома, и уже это меня насторожило. Но когда мы впервые занялись этим, она настояла, чтобы я не двигался и не говорил. То есть она хотела, чтобы я тихо лежал, будто я труп. Первые несколько раз я был не против, но она буквально сердилась, если я выходил из роли и начинал стонать или двигаться. Оказалось, что она некрофил. Она вообще не умела поддерживать разговор, обходилась одним-двумя предложениями. Но черт побери, как она была красива. Реально, одна из самых тупых людей среди всех моих знакомых, но я встречался с ней около 10 месяцев. Должен пояснить, у неё не было каких-либо болезней или проблем. Благодаря ей я узнал, какие качества нужно искать в женщине. Биполярка, шизофрения. У неё началась с ней моверная паранойя. Даже если я просто общался с моими подругами, каждый раз она угрожала, что бросит меня, и даже несколько раз делала это. Но я терпел, потому что был безумно влюблён в неё. Она сводила меня с ума. Её бабушка и дедушка жили напротив дома, где я вырос. Она даже жила там некоторое время со своей мамой, когда мы были маленькими. Но познакомились мы только когда я учился в колледже. Сразу влюбился в неё. Тёмно-каштановые волосы, самые прекрасные на земле карие глаза, улыбка и смех, слаще которых я никогда не видел и не слышал. Она была невысокой, вероятно, около 160 сантиметров. Стройной, но фигуристой. С реально соблазнительной попкой. Я любил каждый сантиметр этой девушки. Хорошие периоды отношений были волшебны. Плохие периоды были невыносимы. Но, чёрт побери, я любил эту девушку всем сердцем. Готов был сделать ради неё что угодно. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.